МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, сегодня я хотела бы поговорить с вами о цифровой трансформации в ритейле и о том, как меняется поведение покупателей и продавцов. Сегодня практически у каждого человека есть смартфоны, все мы пользуемся различными приложениями от социальных сетей до планировщика финансов и различных банковских приложений. И наивно было бы полагать, что все эти изменения не коснутся рынка ритейла и что он сможет существовать в старой модели. Конечно, так не происходит. Если говорить о фундаментальных основах, что сейчас определяет изменения на рынке? Тот покупатель, который сегодня сформировался как наиболее активный покупатель, который больше всего тратит. И есть несколько определений даже этого покупателя. Есть одно, уже ставшее классическим, мы его называем миллениалы. Это люди, которые родились с середины 80-х до конца 90-х. В разных странах коридор позднится по каким-то причинам. Первая оценка была с 86-го года до 98-го. Если я не ошибаюсь, у нас в стране это с 84-го до 2000-го года. Ну и так далее. Но это не меняет суть. Это то поколение, которое родилось с середины 80-х до 2000-го года. Это люди, которые сегодня являются молодыми, активными, у которых только начинается или продолжается карьерный рост, которые имеют молодые семьи. И они сегодня составляют наиболее активное сообщество, которое тратит больше всего денег в ритейле. И их поведение сегодня определяет, в первую очередь, ту динамику, которая сегодня в ритейле сложилась. Ну вот в плане потребления, чем эти люди отличаются от прошлого поколения и от следующего? Для этих людей очень важно удобство. Что такое для них удобство? Они не очень любят ждать, потому что технологии приучили людей к тому, что все начинает происходить достаточно быстро. Тебе не нужно больше ждать писем по почте. Они приходят тебе в твой электронный ящик. Тебе не нужно ждать, когда ты вернешься к стационарному телефону. У тебя телефон всегда с собой. Технологии дали нам развитие новых удобств, когда не нужно даже ходить, когда можно заказать это все в интернет-магазине, например. Смотреть тот рост, который показывал им, ну и продолжает показывать рынок электронной коммерции, он, конечно же, превосходит то, что в так называемом оффлайновом сегменте. И это как раз то самое удобство, которое сегодня люди принимают и которое они считают максимально интересным для них. Потому что когда ты можешь это выбрать, получить все отзывы, рекомендации, принять решение, нажать кнопку, и оно к тебе завтра же приедет, и это замечательное удобство. И это подкупает даже не то поколение, которое родилось и жило с развитием технологий, но это подкупает даже более взрослое поколение. Я правильно понимаю, что одним из главных факторов в момент совершения покупки является скорость? Это скорее удобство. Технологии дали нам скорость, и уже одна из характеристик этого поколения, миллениалов так называемых, это то, что они не очень любят ждать. И любой бизнес или услугу, которую ты строишь, она должна быть быстрой. Если она уступает в скорости по отношению к их ожиданиям, то, соответственно, она не будет принята. Это будет очень сложный процесс, приучить людей к тому, что нужно чего-то ждать. Это поколение сформировалось как раз на том, что ждать не нужно, все можно сделать достаточно быстро. Важная характеристика сегодняшнего поведения миллениалов. Выживут ли офлайн-магазины? Или в новом формате цифрового мира им уже не будет места? Некоторые вещи нужно ходить, смотреть в магазине или там, условно, примерять, независимо от того, что тебе привезут или нет. Эта привычка все еще остается. Личный контакт с человеком, он все еще остается. Какая доля этого будет в офлайне или в онлайне, вот это будет меняться. Скорее, магазины-то офлайновые, конечно же, останутся. Реальные доходы населения последние годы падают. Как это сказывается на потребительском поведении людей? Это еще одна часть характеристики поведения поколения миллениалов, на самом деле. Потому что когда вот в этот самый период, там, 80-е и 90-е годы, было сформировано достаточно большое количество маркетинговых, ритейловых инициатив, которые мы сегодня называем простыми словами, там, программы лояльности или скидки. И за вот эти десятилетия привычка поиска выгодного предложения или привычка дополнительного вознаграждения покупателю за то, что он делает конкретный шаг или покупку, это стало нормой. Поэтому говорить о том, что мы дадим только продукт человеку, одежду или бутылку молока, не предложив что-то сверху, это, наверное, уже сегодня считается дурным тоном. В условиях, когда рынок стагнирует или потребительская активность падает, важность вот таких программ или скидок становится принципиальными для того, чтобы продолжать развивать розничную торговлю. Эти люди не очень будут расположены к какой-то скидке, но если вокруг товара существует образ или лайфстайл, для них это будет более важно. То есть опыт и впечатление при покупке для них максимально важны, ровно как и сама покупка. Мы в своем продукте, в совести, когда мы предложили людям только беспроцентную рассочку, мы понимаем, что этого мало, что вокруг этого должна создаваться какая-то чуть более широкая социальная среда, чуть более широкий лайфстайл. Мне приятно, что мы смогли ровно найти язык, на котором общаются сегодня миллениалы, наша основная краса аудитория, они сегодня наиболее активные потребители. Карты рассрочек пока не совсем знакомы и понятны всем продукт. Многие их воспринимают как какой-то аналог кредитных карт. Расскажите, в чем принципиальное отличие? Мы предлагаем человеку деньги без процентов. Это основное отличие нашего предложения покупателю. Если же говорить о технической стороне дела, то самое принципиальное отличие, конечно же, заключается в том, что мы проект, как бизнес-модель, мы не зарабатываем на клиентах. Наша бизнес-модель строится по-другому. Мы зарабатываем на ритейлерах, для которых мы этих клиентов приводим. Что это означает? Это означает, что для нас максимально важно, чтобы человек нам деньги вернул как можно быстрее. Если для кредитных карт чем дольше ты должен, тем больше кредитная организация зарабатывает, то мы, в свою очередь, получив наш доход от нашего ритейлера-партнера, мы, в общем, заинтересованы в том, чтобы человек как можно быстрее вернул нам деньги, а не был должен нам, где мы начинаем зарабатывать. В этом есть принципиальное отличие. Мы даем деньги в долг, но проценты по этим деньгам не начисляются. И если же наш клиент возвращает нам вовремя, в зависимости от того периода рассочки, который у него сформируется, то это является соблюдением договора, то у нас абсолютно чистая история. Мы никогда не берем с человека денег. Это и есть тот самый дополнительный бонус к покупке, который так необходим миллениалам, как вы сказали? Это одна из немногих частей, можно назвать его бонусом, как вы говорите, к поведению современного потребителя. Конечно же, этого мало. Конечно же, человеку нужно давать релевантные ему предложения. У нас сегодня сформировался пул наших партнеров-ритейлеров, больше 50 тысяч. У нас есть из чего выбрать, чтобы каждому человеку предложить то, что ему в этот момент нужно. Мы запускаем достаточно уникальную игровую программу лояльности, которая среди кредитных организаций, в общем-то, вряд ли, наверное, у кого-то есть, как система такая серьезная. Это даст возможность человеку не только тратить, но и играть с нами. И получать за это еще большее количество бонусов, еще большее количество привилегий. Наши розничные партнеры-ритейлеры, они готовы с нами участвовать в подобной программе, потому что они понимают ценность этого, и они готовы давать нам какие-то дополнительные бонусы или дополнительные предложения только для нашей аудитории. Многие исследователи говорят о том, что миллениалов отличает в первую очередь рациональный подход, в том числе и к покупке. Но по вашим словам, я могу сделать вывод, что для них очень важен эмоциональный эффект. Где здесь баланс между рационализмом и эмоциями? Для миллениалов впечатление вместе с покупкой – это вторая важная составляющая после цены. И если они понимают, что тот или иной бренд не отвечает принципам их жизни, то для них этот выбор будет менее очевиден. Для поколения миллениалов очень важно, например, чувство справедливости, какие-то чувства, связанные с экологическим состоянием мира. Для них очень важна интеграция в мировое сообщество. Они на этом выросли, они были частью этого процесса, когда это начиналось. И если у бренда эти характеристики присутствуют, то миллениалы будут его покупателями. Если говорить о более молодом поколении, которое формируется после 2000 года, но еще, в общем-то, не стало активным потребителем, потому что им еще 17-18-19 лет, то это поколение совсем молодое. Оно сегодня даже более расположено к брендингу и меньше к впечатлениям, чем миллениалы. Но, скорее всего, это зависит еще от того, что они не сформировавшиеся покупатели еще. Олег, спасибо большое за интересную беседу. Желаю вам успехов и процветания. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.